Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу ТЦВ. И сегодня рассмотрим мастеров, которым Всевышний поручил построить храм. Храм пустыни, Мешкан. И написано, что Всевышний наделил их особой мудростью. Кто эти люди были? Мы читаем. Это Бицелель, сын Ури, сын Хура, из колена Ягуды. Наши мудрости говорят, что ему 13 лет, когда Всевышний поручил ему это сделать. И написано, что он мастер и по золоту, и по серебру, и владеет всеми ремеслами. Это только может ставить Всевышний. Человек может одним ремеслом владеть, может еще каким-то, но за всю жизнь. А тут невероятно. И за что такие заслуги? За что? Как 13-летний мальчик мог это все получить? Ну, мы знаем, что Всевышний пишет, что он помнит добрые дела отцов на тысячи поколений. А кто его родственники? Мы смотрим, Калев, его прадед, который выставил в разведке. За это его Тора называет, что Калев, сын Яфуне. Хотя он сын Хитцрона. Яфуне Раши, властной памяти, говорит, что выставил в разведке. Приводится Яфуне. И Калев родил Хура. Кто такой Хур? Он сын Мирьям и Калева. Что же он сделал? Мы посмотрим в главе Теса. Когда восстали против Всевышнего, сделали Тельца, то он сказал всем, что это и до поклонства, как есть, так и сказал. И пошел противник заговорщиков, которые хотят сделать Тельца. И его забили камнями. То есть герой настоящий выстоял. Выстоял в правде своей. Вот они уже и заслужили. И Калев, и Хитцрон. Не Хитцрон, а Хур. Вот за свои хорошие дела заслужили такого правнука, соответственно, и внука Бицелеля. Не просто так он получил эту возможность построить храм. И не только он, естественно, из колена Дана, а Галевав сына Хисамаха. И многие люди, которые работали над шатром, искусно скали, пряли, все это делали. Смотрим, как он родился в Бицелле. Удивительно. То есть, Калев говорит, в книге Егоша он пишет, 40 лет мне было, когда я пошел в разведку. Когда у нас была разведка? Во втором году в пустыне. А это первый год. Значит, ему здесь 39 лет. Значит, когда ему 39, его правнуку Бицелелю 13 лет. Во сколько же лет они труду выражали? То есть, если 39 лет, отнять 13 лет и отнять еще год на зачатие, 14 лет, будет 25 лет. За 25 лет Калев должен был родиться, вырасти, жениться. Ури должен был успеть родиться, вырасти, жениться и родить Бицелеля. И вот здесь ему 13 лет. Он строит храм. Ну, думаешь, ну, может, мы в чем-то ошибаемся. Хотя никуда с этих цифр мы деться не можем. Толмоза Чиперш, мальчик может зачать ребенка в 9 лет. А если 25 раз на 3, даже в 9 мы не впишемся. Тут меньше получается. Но, если мы думаем, что может, мы все-таки что-то прочитали не так. Смотрим дальше. А чей сын Калев? Сын Хитцрона. А Хитцрон чей сын? Сын Переца. Перец чей сын Ягуды. И хорошо, когда Ягуда успел их родить. Значит, когда Йосифа продали в Египет, написано, что Ягуда отошел от братьев своих. И взял дочь одного кнане, имя которого Шоа. И она ему родила трех сыновей. Эра Анануэшелу. Они выросли. Женил он Эра. Он сбрасывает семя на землю. Всевышнему это не понравилось. Он умертвил его. Потом Анан делает то же самое. Всевышний умертвляет Анана. Ягуда подумал, может, она роковая женщина. Раз она двоих сыновей за нее отдала. И двое умерли. Тамара эту женщину зовут. И не хочет давать ей своего сына Шеву. Тамара, недолго думая, дождалась момента, когда Ягуда уже утешился. Траур у него прошел по жене своей, которая умерла через много дней. И он идет к стригущим своих овец. И она его поймала на дороге войнаем. Поставила шатер. Продумала, что это как хупа. Взяла у него в залог печать со шнурами. Посох. То есть взяла все эти предметы, чтобы брачный договор скрепить. Он думал, идет в булнице. Она его на себе женила. И рождается у него, рождается мальчик от этой связи с ней, которого зовут Перец. Потом написано, что входит Ягуда со своими внуками, детьми Переца, Хитцроном и Хаммулем. Хитцрон сын Калева. Отец Калева. Отец Калева. То есть, сколько у него было времени у Ягуды, чтобы это все случилось? Всего 22 года. Йосифа продали в 17, 39. Мы приходим в Египет. Йосифу 39 лет. За 22 года Ягуда успел жениться, родить трех сыновей. Они выросли. Женил одного, умер второго. Потом сам похоронил жену. И берет себе в жены Тамар. Без него его женили. Он рождает Переца. Перец успел родиться, вырасти, жениться. И рождает Хитцрон. А Хитцрон заходит в Египет. То есть, тоже вписались в 6, в 8 лет, не знаю, тоже чудо такое, что как это может мальчик меньше 9 лет, как пишется в Талмуде, нет. Вот такое чудо. Хитцрон, будучи из 170 лет, рождает Калева. Вот так. Тут 170 лет, тут чуть ли в 6 другое рождает. То есть, эта история повторилась дважды в одной семье. Понятно, что просто так и Тора, и Танах, где написано дальше продолжение. С Бицеллелем четко повторяется. Вот такие чудеса бывают. Это родословие Ягуды. Вот так. От него и царский род произошел. Не только Бицелли. Но это будем рассматривать на других уроках. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Уберта Бат-Исраэль, Савен Бенгерш, памяти Павел Бен-Эфим, Яков Бен-Ахум, Ури Бен-Харитон, Медель Бен-Медель, Владимир Бен-Григорий. За здоровье Светлана Бат-Клара, Шумун Бен-Схак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Первая Бат-Соня Сура, Лена Бат-Клара, Жен Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Ефим Бен-Эстер, Двора Бат-Мирьям, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Твойра, Йосим Бен-Раиса, Инесса Бат-Моэль, Вьен Бен-Берд, Ита, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен-Элена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен-Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен-Татьяна, Юлия Бат-Белла, Яков Йосиф Бен-Рахель, Шумун Бен-Миро, Фейга Бат-Берта, Ази Бат-Года, Марк Бен-Нина, Ира Бат-Вера, Леон Бен-Клара, Рафаэль Бен-Клара, Хана Цепора Бат-Сара, Ида Бен-Хая Алива, Эфим Бен-Соня, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен-Ольга, Гая Бат-Вадим, Мазбан Борзас, Гула Ирина Бат-Ри, Рона Ребен-Ри, Загрушен Духа, Рона Ребен-Двора, Дизь Бен-Ахум, Абигай Бат-Сара, Хана Бат-Абрагам, Рафаэль Релэй Бен-Лариса, Патрасая Брюд, Владир Бен-Рая, Моша Бен-Маня, Марина Бат-Рая, Анна Бат-Александра, Борис Бен-Марина, Алексей Бен-Наталья, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Параса, Кавана, Мазл Ток, Что мы в это время Не грешили, Учили Тору, Всем желаю Крепчайшего здоровья, Пусть закончится Срочно эта Срочная война, И до следующих встреч, Которая состоится, Бленедер завтра В 15 часов, Шалом!